В 6-й Кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Самаре, поступает корреспонденция из судов первой инстанции 9 регионов России. Одни дела занимают десятки страниц, другие до 500 томов. Их сортируют по направлениям гражданские, уголовные, административные. Этот суд, появившийся в городе ровно год назад, стал самым большим в системе вновь созданных кассационных судов в стране. Здесь в штатном расписании числятся 127 судей и 232 государственных служащих. Объем работы большой. Только за первый год на рассмотрение поступило почти 55 тысяч кассационных жалоб. Об этом председатель суда и представители судейских коллегий рассказали журналистам на пресс-конференции. Эта цифра свидетельствует о том, что суд востребован. Он востребован гражданским обществом. Он полноценно выполняет свои задачи по обеспечению доступа граждан и организаций к судебной защите. С начала работы в суде рассмотрели 2500 жалоб по административному производству, более 8000 по нарушениям административно-правового кодекса, 17500 касаций по уголовным делам и 25800 жалоб по гражданским. Говоря об итогах работы коллегии, нельзя не упомянуть о социальной значимости дел, рассматриваемых судьями гражданской коллегии. В том числе об охране здоровья собственности, семейные и трудовые споры и споры о защите интересов несовершеннолетних. Сведения о всех значимых судебных делах размещены на сайте штукасционного суда общей юрисдикции. В период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса суд работал в особом порядке. И сейчас масочный режим в здании сохраняется, все тщательно дезинфицируют. Закон позволяет рассматривать дела и по видеоконференцсвязи. За год работы по ВКС рассмотрели каждое десятое дело. У нас все залы судебного заседания оборудованы системой видеоконференцсвязи. А один из залов, вот из них, он оборудован оборудованием, позволяющим проводить веб-судебные заседания через сайт госуслуг и газправосудия, то есть по смартфону, с подключением до 60 участников одновременно. По всему миру мы можем проводить вот такое. Кроме того, здание построено таким образом, что работники суда не пересекаются с посетителями. Они ходят по особым судейским коридорам. Предусмотрена и возможность присутствия на заседаниях осужденных. Их привозят в конвойный дворик. Транспортируют на минус второй этаж, где размещены специальные камеры для людей, находящихся под стражей. Особенность помещений в том, что отапливаются только полы и нет батарей. Особо секретные заседания проходят в специальном зале, где отсутствует мобильная связь, а стены не соприкасаются с внешними стенами здания. Главное правило – соблюдать безопасность на всех уровнях, не нарушая при этом ничьих прав и восстанавливая справедливость.